Наташа, привет. Послушай, не испортил я картину? Как ты считаешь? Вот личико не испортил. Видно, что она свечку держит. Она видно, что свечку держит. Превосходно. И еще можно немножечко розового цвета на щечке сделать. Ну, эмоция там нормальная такая, естественная? Или надо ее сделать красивой, формально, как любят люди? Или вот именно вот такое первозданное? Мне кажется, что она естественная. Она задумалась ночью, темно, люди все спят. А она вот такая задумчивая. И вроде бы она и одна, но в то же время со звездами и со свечой, с огнем. Хорошая интерпретация. Спасибо. А сейчас я тебе этого покажу, того мужичка, который с бородой у меня был, с возлюбленными глазами. Там была критика в коллективном разуме. Мне дама написала, челюсть там что-то неправильно видна. А я прислушиваюсь к советам, когда я сам чувствую, что что-то не так. Я ей очень благодарен. И поэтому я эту челюсть сделал. Я сейчас покажу. Интересно. Я тебе сегодня очень важную вещь хочу сказать. Кстати, мне еще мой товарищ там из Израиля, он написал, что молодые люди там в связи с этой критической ситуацией, с военной и так далее. У них немножко, говорит, там напряг с головой. И поэтому кто-то там обратился к психиатру. Ему сказали, что у него депрессия, дали какие-то лекарства. Я, говорит, ему дал ваш ролик. А там, говорит, он мне говорит, я сам продавал такие ролики всевозможные. И я в эту чепуху не верю. Говорит, как им можно объяснить двух словах. В двух словах. Я говорю, я запишу ролик, который помогает любому человеку объяснить, что такое ключ. В двух словах. И я сегодня сейчас скажу об этом. И еще я кое-что скажу. А Франкли, который говорил в поисках смысла, есть целая ассоциация международной, конференции международной по логотерапии. По поисках смысла. А мы же нашли смысл в страхе, в боли. Что можно страх и боль превращать в стресс-трамплин для решения нерешаемых ранее вопросов. Да, вот я видела интервью со Смысловым Дмитрием Анатольевичем. На этом у вас и закончилось, кстати. Да, вот посмотри картину теперь. Как у него борода, как у него нежная челюсть и вообще. Не знаю. Мне в прошлый раз очень нравился, сейчас тоже нравится. Что там женщинам не нравится? Нет, вот здесь было желтое вот это вот. Да. Как волосы. Желтое. И здесь вот немножко желтее, чем обычно. Но я теперь все выровнял. Я не знаю, как теперь. Ну, пусть напишут комменты и пусть Адама напишет, как теперь ей. Она написала, глаза действительно влюбленные. А челюсть, говорит, как будто от другого человека. А вот сейчас как она напишет. Может, про тебя что-то. Мне тот очень нравился. Это тоже нравится. Знаете, когда была желтая борода с желтыми волосиками, было ощущение, что... И сейчас вот отцвет еще у него такой... Отцвет еще на щечках остался, не убирайте. Что окно свет... Он желтый, и его кто-то там ждет. И вот именно такой смысл был. Мне так очень нравилась желтая борода. Слушай, ну, может, ты просто ко мне хорошо относишься, и поэтому боишься меня обидеть художника. Хочешь сказать художнику, как муза, хочешь сказать, такое вдохновляющее, поднимающее. Ну, как и женщина должна поступать, в принципе. Так должны и мужчины поступать. И критику давать конструктивную. Она дала конструктивную. Она говорит, что-то там непонятно. Ну, непонятного, может быть, кто-то привык. А покажите его еще раз. Мне хотелось... Раньше, когда не было фотоаппаратов, это многим всем известно даже, что художники заменяли фотоаппарат. Они делали, если что рисуешь, то рисуешь что. Как только появился фотоаппарат, появилось много различных направлений в творчестве. В частности, сюрреализм, там, ну, много чего. Экспрессионеры и все прочее. Потому что стали рисовать не стул, а образ стула. А образ стула, это уже там появляется некий лирический герой. То есть отношение самого автора, то есть художника к этому стулу. Просто стул. Давай еще раз покажу. Мне почему-то казалось, что вот с одной стороны цветы, да, а вот с этой стороны ему нужно пририсовать какой-то виноград, который прямо между ним и окном. Так, слушай, слушай. На самом деле я рисовал мужичка влюбленный, с цветами, который ждет и не дождался. Ну, это я пошутил, но на самом деле виноград, если я сейчас там сделаю, будет точно грузин. Не дождался. Сделаю мандарины. Но ты понимаешь, в чем дело? Грузин очень уважаю. Дело не в этом. Дело в том, что и не в мандаринах дело, и не в винограде. Просто эта картина немножко другому посвящена. Она посвящена именно мужчина, влюбленный, с цветами, в ожидании. Придет или не придет. Потому что от этого же многое зависит. Да. Это влюбленность. Это инстинкт продолжения рода. Это инстинкт продолжения вида человеческого вообще, человеческого вида. И как раз-таки для продолжения этого вида мы должны наши инстинкты и со скоростью инстинктивных реакций превращать вот этот биологический автомат инстинктивный, машиноподобный, использовать для создания и созидательной деятельности. То есть страх, например, вот я опять возвращаюсь к Франку, который выжил в концентрационном лагере, благодаря тому, что имел смысл и помогал другим. А вот те, которые не имели смысла в жизни, они погибали. А тут масштаб человека зависит от того, в чем он находит смысл. Ну, хорошо, так сказать, в поисках смысла. Да. Ну, это хорошо, это правильно. Но я нашел смысл, например, в том, что у меня трагедия. Я, например, сижу, у меня шея поранена, я на голову, где упала операция. Теперь я сосредоточился на том, что я имею время какие-то мысли свои сформулировать, а не бегать по бабам ресторанам. То есть я нашел смысл в этой трагедии. Смысл высокого назначения. Я помогаю таким, как я, и у меня там друзья и чемпионы мира, и многие другие рекордсмены. Инвалиды тоже, как и я. Одни без рук, без ног, делают штурм глубины, прыгают с парашютами и так далее. Об этом мы говорили с Дмитрием Смысловым. Кто не посмотрел еще это видео, А я смотрела сегодня. А, я ко всем обращаюсь, чтобы обязательно посмотрели. У Дмитрия Смыслова день рождения сегодня. Я хочу, чтобы вы все его поздравили. Поздравили, поздравили. Очень хороший человек. Так что, кто еще не посмотрел и не поздравил, пожалуйста, поздравьте. Да, я была очень рада увидеть и вас, и Дмитрия Анатольевича вместе. Вот, я давно, но вам я, боймир, восхищаюсь. Так что, да. Мы будем с ним дружить дальше. Да, да, да. Школа наша, человек больше, хомофутург, будет друзей, дружить, я так думаю. Вы очень, и Дмитрий Анатольевич, и вы относитесь бережно и нежно к людям. Вот в чем дело. Потому что ведь лекторов очень много. И вот, ну, сижу, да, одного посмотрел, другого смотрю, нет, там что-то вот такое не то. А вот когда с вами, вас слушаешь, и вот я вот сидела, думала, какая-то недавно была у Дмитрия Анатольевича лекция, может быть, она и старая, я просто пролистывала. И он говорил, что, ну, не надо лишний раз прыгать с парашюта, ну, не нужно лишний раз холодной водой обливаться, поберегите свой организм. Ну, сильно не нужно. Делайте что-то милое для организма, для себя, для психики. И вы это говорите. Все, делайте, что хотите. А я, например, была воспитана, делай вопреки, там, не хочешь, иди, да, шесть километров утром, восемь километров вечером, там, конькобежные коньки, там, еще что-то. И все, ну, понятно, стресса много, вроде через силу, вроде с трамплина прыгаешь, а уже привычка к стрессу. И вот для меня, например, метод ключи, вот, вот, сделай, что хочешь. Для меня, знаете, когда дошло, вот, вот, дошли все, вот, я делала долго, когда выздоравливала, делала, ну, до меня не все доходило. А дошло, вот, когда вы как раз говорили про волну с Дмитрием Анатольевичем и про коронавирус. У меня была температура. Я когда-то в фейсбуке написала, люди там болели, среди психологов, говорю, знаете, посмотрите мне этот ключ, Хосай Магомедович, и посмотрите волну. У меня сбилась температура, когда я делала волну. Я не могла ее сбить, пока вы мне не сказали, волну делаешь? Я сказала, нет, вы сказали сделать, и мне прямо вот сбилась температура, два раза подскочила, и все, я пошла на выздоровление. Вот, а надо мной психологи посмеялись, сказали, такого не бывает. И я сижу, думаю, а мне стало не смешно. Эти психологи работают с людьми, которые не знают, как работает психика. Ну, я, конечно, потопталась там среди этих психологов. Ну, что будешь доказывать, что ли, что ли? Слушай, слушай, давай сейчас мы сформулируем. Да. И я, и ты, и Дмитрий Анатольевич, и многие-многие участники нашей школы, мы по существу тоже, как и Франко, как и логотерапевты во всем мире, мы придерживаемся этой тоже точки зрения. Что я, например, говорю, что человек по природе творец, что все, что с ним происходит, это имеет некую природную целесообразность, что надо находить причинно-следственные связи, и это же есть смысл найти. При этом я нашел смысл в боли и в страхе. Я написал книжку вместе с участниками нашей школы «Белые стороны черной дыры страха», что сам потенциал страха, мощнейший потенциал страха, можно перекидывать, как в Акидо, на решение своих нерешаемых до сели задач. Да. Самое интересное, кстати сказать, один изобретатель, величайший изобретатель сказал так. Это мне Калошин сказал Алеша, мой друг, который в Тризе, который создал в свое время компанию «Идеальное решение» и так далее. Очень в Триз, очень. В школе всегда с Тризом преподавала детям. И сейчас на консультации. И один изобретатель сказал, я, говорит, всегда ищу в себе состояние, что вопрос, который мне надо решить, решаемый. Вот это состояние найти, что вопрос решаемый. Я сейчас скажу другими словами. Допустим, вы решаете задачу какую-то, любую, любую, в отношениях, там или по математике, или по спорту, не имеет значения. Решаете задачу какую-то, ищите ответ и не можете найти. Если вы знаете заранее, что ответ есть, вы его найдете. А если вы сомневаетесь в этом, что ответ есть, у вас мозг совсем по-другому работает. Отношение вот это, к состоянию, да-да-да-да. Конечно. Поэтому я хочу сказать, что есть ответы на все вопросы. Есть. Просто человек, когда находится в стрессе, в туннельном зрении, он не видит эти шансы, которые выпадают ему. Ему надо снять стресс, и он найдет ответы на вопросы. Он что-то вспомнит, он что-то подумает совершенно в другом уже состоянии. Пофантазирует. Конечно, найдет. Найдет, конечно. Да. Главное понять, что есть ответ всегда. Потому что, когда действительно человек решает какой-то вопрос, и в конце задачника есть ответ, и он знает, что они есть, тогда он по-другому их решает. Точно. А когда он думает, что нет, может быть, нет ответа. А есть ответ. Есть. Любому вопросу. Просто надо снять стресс, а для этого надо поделать то, что тебе хочется, а не то, что тебе не хочется. То, что тебе не хочется, тебе в жизни надо делать. Чтобы быть крепким, сильным, побеждать, совершать то, что тебе не хочется. Учиться. Ну, надо тебе. Тебе, допустим, неохота учиться. Тебе хочется там сигарет курить, а не учиться. Или по девочкам бегать. А надо учиться. Ну, есть вещи, которые не совпадают по времени. Ты потом-то поймешь. А в этот момент не совпадают по времени, и поэтому ты не хочешь. А вот здесь, 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 чтобы набраться сил, чтобы ты мог в жизни иметь силы, делать то, что ты не хочешь. А иногда надо. А здесь, то есть, надо разделить на две части. То есть, когда мы говорим о ключе, мы говорим, делай то, что тебе приятно, то, что тебе хочется делать. Подбирай то, что тебе подходит. Подбирай то, что ты проще всего делаешь, и подбирай то, что ты делаешь максимально легко, и с удовольствием для себя. А это, оказывается, именно то, что ты сам инстинктивно делаешь, но не обращал на это внимания. Да. То есть, по существу, ты начинаешь становиться осознанным, потому что прислушиваешься к себе. Вот, например, решаешь какую-то проблему, не можешь решить, прислушайся к себе. А что бы ты хотел в этот момент сделать? Одному хочется, как, штукнуть кого-то, другому хочется потрястись, третьему хочется поорать. поорал, успокоился и решил проблему. То есть, вот научиться прислушиваться к себе, и оказывается, ты как раз там и делаешь вот эти все, всякие все приемы ключа, на самом деле. Это осознанные нами преподнесенные варианты разные, которые человек делает, когда он находится в стрессе, решая какую-то проблему волнующую. Мы просто даем на выбор, перебирайте варианты возможные, только тот, который с тобой совпадает, то есть, который ты можешь делать легко, без всяких усилий, с комфортом для себя. Это твое действие, резонансность с твоим состоянием, поэтому сразу снимающая стресс и выводящая тебе на творческое отношение к тому, что ты делаешь. Я понятно рассказываю? Очень понятно. А я еще добавлю, если это делать, вот метод ключ, да, то надо начнет меняться. То есть, было одно надо у человека, а вот... Да, 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 вот, 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 вот. Начнет меняться, да, значит, появляются какие-то другие варианты, и даже... Это мне писал один из участников нашей школы. Так. Так интересно написал, вот как он написал, что вы начинаете решать задачу, она у вас не решается. Снимите хлёст, сделайте там, лыжника сделайте, шалтай-болтай сделайте, сядьте. Вы найдете решение задачи. Ну, самое главное, он написал, что задача может поменяться, потом окажется, что вы совсем не ту задачу решаете, может быть, вам другую решать надо. Это второй вариант, и задача поменяется. Видишь, у нас единомыслие в школе, мы все как бы на одной волне, потому что мы уже столько лет работаем, и уже мы все как-то начинаем понимать дыхание вот этого процесса. Вот мне очень нравится, что мы впереди планеты всей. Мне очень нравится, что мы более доступными примерами разными рассказываем, что такое нирвана, что это соединение. Несоединимого, что такое нейтральное состояние, что это в этом положении свободного сознания, безмятежности, оказывается, функции мозга как бы разблокированы, и могут соединиться в новом назначении, в зависимости от образа будущего. Сейчас я сложно немножко говорю, но если отвечать на вопрос, какими простыми словами убедить любого человека, что ему нужен этот ключ, простыми словами убедить ее. Очень просто. Это методика снятия нервно-мышленных зажимов, снятия блоков сознания и тела. Блоки снимать. И тогда ты мыслишь лучше, и вот этот парень, который не может убедить своего друга, возьми ты этот ключ, сделай ты эти упражнения, всего 5 минут, допустим, в день. Пусть он ему просто объяснит, что это просто инструменты, это просто разминка. Перед любым делом, какое ты делаешь, например, тебе трудно подтянуться на турнике, в турнике, допустим, трудно, а ты взял, снял зажимы и подтянулся. Или трудно тебе йогой заниматься, а ты снял зажимы и занимаешься йогой. Трудно иностранный язык выучить, снял зажимы и легче учишься. Да, иностранный язык. Просто сказать, что легко убедить любого человека, зачем ему нужен этот ключ, просто сказав ему, что это синхрогимнастика, что это способ снятия зажимов, потому что это разминка перед любым делом, короткая разминка, самая простая разминка в мире, самая эффективная. Почему? Потому что там есть принцип подбора действий, резонансных с твоим текущим состоянием в моменте их применения. То есть ты надеваешь шубу под свой размер. Ну, не знаю, что тут еще. Хорошо, хорошо. А я вот с вас... Можно только технику понять, как это делается, а это мы все время даем, и на бесплатных ликбезах по 2-3 часа, и на вебинарах. Кстати, сейчас будет вебинар у нас. Дату и название мы напишем, выставим, все будут знать. Я вот сегодня целый день слушала вас и, Дмитрий Анатольевич, послушаю, отложу, переложу, еще раз переслушаю, да? И вот что-то так вы задели вот эту тему, себе даже пометила, по изменениям, что кто-то вот хочет изменений, кто-то не хочет, да? Ну да, я просто хотел, чтобы мы определили, что-то значит понятие определить, понятие измениться. Почему так говорят слово измениться? Мне это слово не нравится. Мне тоже. Оно очень... Оно непонятное, чего я должен меняться. Я люблю себя таким, какой я есть. Да. Но знаете, что еще есть интересное? Вот я просто сижу, я же еще изучаю некоторые там, там биологическое центрирование, например, почитываю, да? Там тоже много про блоки. И что интересно, если в течение жизни у человека происходит много-много событий, каждое событие откладывает на теле какие-то зажимы, блоки, да? Да. И обычно люди, ну как, живут-живут и не замечают, как этих блоков становится много, они переполняют особенно, там, не знаю, правую часть печени, где находится печень тела, и какой-нибудь, не знаю, прыжок с парашюта, резкое движение, сходил на тренинг, стал жить по-другому, да, вдруг резко, может просто быть маленькой такой, вот, не знаю, спусковым таким крючком, чтобы просто разрушить все, что строил до этого человек, потому что это связано с объемом большим зажимом. И вот эти вот все теории, когда говорят, сходите на тренинг, измените свою жизнь, это очень опасно на самом деле. нужно разгребать потихонечку, не спеша, движениями, которые нравятся, вот те зажимы в теле, вот про что говорит ключ. И потихоньку, потихоньку, как вот, знаете, ненужную луковую шелуху мы снимаем, да? Капосту, качан капосту. Капосту, да. И вот эта серединка становится наша, вот наша душа, не знаю, наше творчество, наше все становится вот безопасным для нас, потому что что-то резко менять можно очень сильно просто себя, ну, просто разрушить, потому что и без того уже организм еле-еле держится на этих всех зажимах, ну, на всех блоках, на зажатостях. Поэтому я вот сидела и думала, какая хорошая тема. Правильно. Любыми движениями, которые нравятся, делать несколько раз в день, разочек в день, чуть-чуть ключ, чуть-чуть где-то еще получше стал человек себя чувствовать, еще, еще, еще. И потом уже на этой почве, на таком расслабленном организме уже начинается и творчество, уже и соблюдение. На раскрепощенном, потому что слово расслабленный тоже требует определения, потому что некоторые думают. Позно раскрепощаться. Расслабленный, значит, такой расслабленный, что вот такой, вот как кисель. А, да, да. Имеется в виду психическая релаксация, нервно-психическое расслабление, а не физическое только расслабление. Освобождение имеется в виду. Раскрепощенность, свобода, спонтанция появляется. Раскрепощен, раб, раб, закрепощенный, крепость. А слово крепость, да. Да, освобожденный теперь, раскрепощенный. Свобода, да. Да, свободная. Ну, это так привыкли называть, я расслабленный, я расслабленный, но имеется в виду, что не напряжена, мобилизована, не задействована, то есть стресса нет, имеется в виду. А мы не замечаем, где у нас какие-то блоки в организме, мы там попереживали и перекосилось, да, да и побежали. А вот эти блоки создаются, как раз у нас, когда напряжение высокое, мы зависли. Да. Компьютер завис, его надо перезагрузить. Как раз таки нам нужно нулевое состояние, это как раз таки, если говорить о компьютере, это выключить компьютер и включить компьютер заново. Это как анекдот. А мы так, нулевое состояние, это безмятежность. Да. Это компьютер мозга, там отключенный, да. Безмятежность, то есть эмоции не сопровождают мысли. Я вот тоже... При этом наступает пустота, да. Пустота, думаю, когда у меня много стихов писалось, когда я просто много мечтала, я много успевала. Когда ты никому ничего не должна, когда у тебя уйма времени, когда ты хорошо выспалась, когда тебе никуда бежать не надо, ни на суеты нету. Да. Когда ты никому ничего не должен, когда ты не обязан, когда ты сам собой, когда ты на самом деле имеешь свободу думать, не спешить, не бояться, не трусить, ничего у тебя не болит, тебе хорошо, у тебя вечность впереди. И вот когда ты вспоминаешь это состояние, на самом деле, оказывается, это состояние каждый раз человек чувствует между сном и бодрствованием. Если он задумается, вспомнит, вот он проснулся, еще не до конца, мысли текут, как облака, ничего внутри не задевает, то есть нет эмоций. Свобода, и в этом состоянии нет времени. Это бесконечность, это абсолют, это безвремение. Там нету твоего эго, там нет страха, комплексов, стереотипов и авторитетов. Там есть вселенская, космическая, вот этот мировой разум, такой холодный разум. Я вот что думаю, я почему это сейчас накручиваю, чтобы человек, который смотрит это, вспоминал это состояние. И оказывается, в этом состоянии 15-20 миллиардов клеток мозга начинает накапливать запас питательных веществ, как смартфон на зарядке. Накапливает, накапливает, кислород пошел в клеточки мозга. вместо адреналового напряжения включился эндорфин, подобные вещества пошли, появляется такое нерваническое состояние. Так это и есть вот эта вот бесконечность, вот это безвремение, задержанное по времени в минутах, это и есть нервана. Самое главное научиться это делать. А мы это научимся делать через нулевое состояние, его практикуем время от времени. Путем подбора действий синхронных к текущему состоянию мы получаем состояние бесконечности. Вот формула. Путем подбора действий через перебор этих действий, по критерию максимальной простоты и комфортности, то есть путем подбора резонансных действий к текущему состоянию в моменте снимается стресс и выходим на нулевое состояние безвремение. Вот в конечном, когда мы подбираем синхронные действия к текущему состоянию в моменте, мы выходим, это ключ к бесконечности. А там мы черпаем и силы, и энергию черпаем для будущего, и для жизни, черпаем идеи, у нас инсайты появляются, и организм восстанавливается, это мозговое состояние. Это такое удивительное состояние, которое у нас бывает между сном и бодрствованием. Когда вы в следующий раз, я всем сейчас говорю, когда в следующий раз утром проснетесь и еще лежите в полусне, полубодрствовании, в этом состоянии, помечтаете о том, что теперь, когда у вас будет любая неприятность, любой страх, любая боль, что в этот момент вы вспомните, какие у вас есть задачи, раньше нерешаемые, вопросы, которые вы не знали, ответы, и что энергия пойдет на их решение. Отлично. И потом вы заметите, что в жизни вы больше задач решаете, легче и проще, и эффективнее. Ну, я каждое утро просыпаюсь, напрягаюсь и тянусь. Ты идешь на пике напряжения, правильно. Я говорю себе, сегодня будет так. Потому что у нас можно в нуле делать на пике расслабления вот этого. Да. И можно на пике напряжения, потягушенькие упражнения, когда тянешься, в этот момент подумать о том же самом, о чем ты хочешь, о чем мы сейчас говорим. Главное, вот как я с клиентами, когда работаю, мы все-таки про утро проговариваем. Какой был завтрак, а как до завтрака, да, а что там. И мы приходим к тому, что только человек открывает глаза и уже испуган, он уже не успел сделать все дела. Не наставился. И вот эта методика, конечно, потянуться, сказать, сегодня будет самый интересный день. А уже следующий пилотаж, это вообще подумать о космосе, как там снежок за окном, что еще, да. Это, ну, это вот нужно давать себе это время, как бы управлять. У тебя глаза такие красивые, как будто ты другой планеты. Я однажды рассказывала своему младшему сыну про одну свою проблему в здоровье. Есть там одна проблемка, а он смотрел на меня, смотрел и говорил, мама, так это потому, что ты инопланетянка. И я стала смеяться. Видишь, у меня там Новый год отмечают, там тоже инопланетянки. Но это типа куколки, куклы отмечают Новый год. Куклы классные. Хасай Магомедович, все время хочу спросить, почему куклы, а не люди? Мне кажется, до людей они не выросли еще немножко. То есть надо еще немножко там пописать. Потому что у них шампанское в руках. Ладно. Интересно. А в принципе куклы, это, знаете, я еще подумала, может быть, они жили под елочкой и перед Новым годом. Знаешь, вообще секрет открывается просто. У меня просто краски кончились. Красок нету, чтобы я мог дописать теми красками, которые мне нужны. Дописать, но я мог людей превратить, конечно. Нет, куклы это... С другой стороны, куклы тоже хорошо на Новый год. Вот они, шампанское пьют. А люди нарисуешь шампанским, тебе еще пристанут, скажут, агитируешь, чтобы выпивали на Новый год. Нет, не агитирую, это куклы. Пока люди спят, ожидая Новый год. Куклы совершают чудеса. Да, 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 а где Васька? А Василий здесь, там тоже сидит, да, что-то делает. Мы ему помашем перед Новым годом ручкой. Вася, тебе перед Новым годом привет, загляни сюда к нам. Говорит, стесняется. Боже ты мой, чего он там стесняется? Тут куколки не стесняются, а он стесняется. Куколки не стесняются, да. Тоже человек будущего, чего он стесняется? Да, между прочим, сейчас я расскажу. Вася, как называлась та игра, в которую ты играл? Вася, Василий, как называлась твоя игра, в которую ты играл? Пожалуйста. Мобл, да? Мобл, Мобл Легенд. Вот. Так вот, есть такая компьютерная игра, и ребёнок в восьмом классе захотел играть в неё, да? Я сказал, окей, хорошо, я не трогаю твою учёбу, ты играешь, но мне этот ключ надо делать. Короче, он стал первым в Белоруссии, стоп, стоп, как там, 100 мира, что ли, как-то тоже вошёл четвёртым в мире, в общем, он делая, вот между, поиграл немного и делает ключ, поиграл и делает ключ. Сделал такое колоссальное по киберспорту, не знаю, достижение, что, ну, потом он оставил киберспорт и занял себя просто жизнью, но удовлетворение такое получил, и прямо вот, ну, когда люди узнают, что Вася такое сделал, просто удивляются, говорят, почему ты там, на этом деньги не зарабатываешь, почему ты нет, но мы решили, что игра игрой, жизнь всё-таки есть жизнь. Слушай, ты как думаешь? Вот люди спрашивают, вы всё время говорите, ключ, 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 а где ключ сам? Ой, я не скажу, где. Ну, я, во-первых, вам скажу, плейлисты откройте там в Ютубе, во-первых, подпишитесь на Ютуб-канал, во-вторых, на Телеграм подпишитесь, на Инстаграм подпишитесь, обязательно. Теперь плейлисты откройте на Ютуб-канале, на главной странице, и там есть приёмы, 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 новые приёмы, ну, ну, вот там ключ, потом на бесплатных ликбезах у нас по 2-3 часа бесплатные ликбезы, записи посмотрите, потом на вебинарах у нас, ну, что, как это, где ключ, а здесь мы обсуждаем вокруг этого, конечно, и уже напомнили самые главные вещи, ищите во всех вещах смысл, чашка упала, люди говорят, на счастье, нашли смысл, правильно, да? Да. Всякой беде найдёшь смысл, да, когда ты находишь смысл, высокий смысл, любому, в любой ситуации, ты уже, как бы, условно говоря, обожествляешь природу, свою творческую способность, потому что, если находишь смысл чего-либо, природоцелесообразность, вот, например, я прочитал Хаббарта, что всё в человеке целесообразно, что человек по природе хороший, и вот теперь я встретился с одним саентологом, а я саентологи не люблю, ну, не важно, почему, у каждого свои вкусы, там, и так далее, но Хаббарта люблю, как гения, величайший, и вот, значит, я встретился с саентологом, и он мне говорит, слушай, а вот ты говоришь остеохондрозы, остеохондрозы, должен же быть смысл какой-то, он говорит, от чего, в шее остеохондроз, от чего, говорят, люди страдают, какой в этом смысл, в шее, в шее, я, когда с этой точки зрения посмотрел на шею, я понял, откуда берутся остеохондрозы, они, я так понял, берутся потому, что, когда человек напрягается, клетки мозга нуждаются в дополнительной порции кислорода, кровь должна прийти свежая сюда, и шея играет роль компрессора, напрягается, когда человек вниманием сосредотачивается, и постоянные напряжения в какой-то момент зацикливаются, да, да, и возникает блок, отсюда остеохондрозы, потому что шея компрессор, вот, вот я понял, потому что правильно поставил вопрос, а смысл какой, он мне задал этот вопрос, да, смысл есть во всем, даже раньше в Америке или где-то аппендикс вырезали, постоянно, а потом оказалось, что в этом аппендиксе колоссальный смысл, конечно, да, а сейчас всего только не делают, землю там всякими химическими препаратами, чтобы продать овощи там получше, почаще и так далее, но в конце концов, смысла не ищут, если будут искать везде смысл, природа, целесообразность в этих тараканчиках, букашечках и так далее, как в Индии тысячи лет назад вообще боялись наступить на букашку, чтобы не погибла букашка, но это, конечно, перегиб, для Индии, может быть, это и хорошо, но у нас-то это не подойдет, потому что у нас другой климат там и так далее, если тут тараканов разводить, так это нужно. Есть место шутки и есть место правде. Мы с тобой, Наташенька, очень много сейчас хороших вещей. Скажи еще одну полезную вещь. Что у тебя там за школа, которую курсы ты там ведешь? А, у меня, слушайте, Хасай Магомедович, у меня сейчас подросток подключился к видео моим, они раскритиковали мое качество видео, которое у меня было. И сегодня прямо в YouTube-канале люди смотрят два новых видео, которые я снимала вместе с Василием. Вот. И такая радостная вещь, что просто больше, ну, просто более полезное видео, когда оно красивое. Скажи, куда надо, чтобы люди обращались, где должны смотреть? Скажи, чтобы они сейчас услышали, чтобы смотрели. Да, у меня есть YouTube, Наташа Пашкевич-Веревка, да, психология и нутрициология. У меня есть сайт, тоже самое, Наташа Пашкевич-Веревка, психология и нутрициология. Вот. И группу в Telegram, и в Facebook, и в ВК. В основном я веду приёмы частные, как психолог, да, а также ещё есть очень хороший онлайн-практикум управления отношениями в паре. Там прямо больше 50 видео, задания. Так что я его снимала, мне он так нравится. Но вот следующий практик, я буду снимать уже на другую технику. Дети убедились, что должно быть другое видео. Ну, мне казалось, всё красиво. Но, видите, совершенству нет предела. Коллективный разум побеждает в нашей семье. Мне раньше вообще было непонятно, как это молодые люди могут ходить по своим проблемам к психологам. Так. Не, ну, это вообще непонятно было. Потому что я-то жил в то время, в советское время, но вообще обращение к психологу было странным. И опасным. Казалось, это же там была такая психиатрия, да, наказуемая. Ну, потому что там, если тебе лекарства дадут, и будут... Да, да, да. Ещё хуже сделают. Слушайте, антидепрессанты, сколько уже лекций по тому, как они разрушают здоровье, понимаете? И всё равно люди прямо пачками кушают. Ну, потому что есть еще состояние, где клеточка мозга не может справиться сама. Да. Пытание требуется, поэтому и снижает активность там и так далее. Но это психиатрия знает. Но это ненадолго как бы. Но есть случаи, когда можно было и без них обойти. Да, очень много. В случаях, где психосоматика, конечно, врач должен быть грамотным, потому что, когда он грамотный, не будет, только вот так вот назначать транквилизаторы, психотропы, наркотические и так далее. Ну, короче говоря, это такое дело. Учиться надо хорошо в институте. Это надо глубоко понимать предмет. Не надо там, чтобы были случайные люди, потому что случайные люди, которые не любят свои работы, они вот и портят всю нашу жизнь. Поэтому наша жизнь такая, потому что не все люди занимаются своим делом. Что хочется. Где они могут делать дело с душой, а там, где они делают дело с любовью, там все хорошо. Даже борщ сваренный с любовью лучше, чем когда человек просто так варит борщ. О, слушайте, еда должна быть только с любовью сварена. Да, да, да. И это касается всего. И поэтому, когда спрашивают, почему мир так плох, потому что не все занимаются своим делом. Любовью, то есть. Ну да, без любви делом-делом занимаются, да. Спасибо тебе, Наташенька. Ой, вам спасибо. Скоро мы с тобой еще один ролик запишем. Я с удовольствием, Хасай Магомедович. А мы здесь, кстати говоря, у нас есть продвижение друзей, и мы на наших роликах продвигаем друзей. Я это к чему говорю? Кто-то хочет с нами ролик записать по интересной теме? Пожалуйста, напишите там в комментах. Я хочу. Выходите на WhatsApp, пишите мне. Я хочу с вами ролик записать. Потому что мы же вас продвигаем. Как я и обещал 10 лет назад участников школы. Мы продвигаем, помогаем и так далее. Наташа-то в этом не нуждается. она сама самодостаточный человек. Но все равно продвигаем. Спасибо. А я, между прочим, ваши ролики тоже в своей группе все время ставлю. И своим студентам все время. Первое, что говорю каждому клиенту, каждому студенту. Вот вам ссылка. Изучаем. Изучаем ключ самостоятельно. Ну, глаза у тебя точно интересны. А я здесь плохо вижу себя. Мне кажется, что совершенно маленький экранчик, я только вижу вас. Адама научила всегда делать девушкам комплименты и ты всегда будешь в почете. О, Хасай. Я тебе искренне говорю. Все, я знаю, про что будет следующий ролик. Про сексологию. Давай. Давай. Делаем. Спасибо. Еще раз, Вася, привет. Да. Всего вам. Хороший он у тебя парень. Очень хороший парень. Да. У меня еще и старший. Но старший далеко. Хорошо. До свидания. Угу. Угу.